Такого количества зрителей, как на матче «Факел-Спартак» Воронеж не собирал давно. Более 20 тысяч наблюдали за этой игрой. Кроме того, огромная армия «Спартаковских» фэнов приехала поддержать свою команду. Забегая вперёд, скажу, что этот матч оставил огромное удовольствие всем присутствующим на стадионе. «Факел» без тени робости аутсайдера дал настоящий бой лидеру чемпионата. Уже с первых минут хозяева поля издали не раз пристреливались по воротам Филимонова. В свою очередь и «Спартак» частенько напоминал о себе. Особенно заметен был Тихонов. Ну а на 15-й минуте реальная возможность для взятия ворот появилась у Валерия Шмарова, пробив с угла вратарской сильным ударом. Какое-то время казалось, что «Спартаковцы» растерялись. И уже «Овсяников» через несколько минут с той же позиции имел реальную возможность для взятия ворот. На уж удар Александра Щеголева заставил всерьёз задуматься «Красно-белых» о конечном результате. Во втором тайме «Спартак» действовал решительнее. И удачно вышедший на замену Максим Бузникин на 65-й минуте после прострела Кеченова забил единственный мяч в этой игре. Воронежцы, естественно, бросились отыгрываться. И реальные возможности имели не раз. Но удача всё же сопутствовала «Спартаку». Пожалуй, стопроцентную голевую возможность на последней минуте матча имел Александр Степан. С двух метров не попав в пустые ворота. В итоге 1-0 победа «Спартака». Для нас этот матч сложился тяжело. Мы не показали даже той игры, которую показали, по-моему, в предыдущем матче. Но здесь главная вина всё-таки соперника. Я считаю, что «Факел» не имеет права находиться на последнем месте. Это играющая команда. Это, по-моему, нечестно по отношению даже к футболу и к болельщикам. Такая команда должна более достойно стоять в турнирной таблице. До получения травмы очень большой объём работы и полезный проделал у нас Титов. Удачно вышел уже который раз Бузникин. Усилил, конечно, нашу игру. Что касается «Факела», я бы там выделил гораздо большую группу игроков. В частности, Шмарова, Братьев Морозовых, Сиомина Геннадия. То есть практически каждый из футболистов «Факела» заслуживает добрых слов.